Всем огромный приветик! Спасибо, что заглянули на мой канал. Меня зовут Виктория, кто еще не знает. Сегодня я совершенно без макияжа. Хочу протестировать сразу два продукта. Тональный крем и консилер под глаза. У меня очень проблемная кожа, жирная, склонная к высыпаниям. У меня никогда не бывает один-два красных прыщика по-любому есть. Плюс расширенные поры. Мне очень трудно подобрать тональную основу. Без смотирующих салфеток я вообще не выхожу из дома. Сегодня у меня выходной день. И мы собираемся посмотреть на колонию голубых пингвинов. Я планирую целый день походить с этой тоналкой. И увидеть результат. Насколько кожа будет жирниться и так дальше. Тональный крем от Макс Фактор. Lasting Performance в оттенке 102 у меня. Я его еще не пробовала. Он не обещает... Он не предназначен для жирной кожи специально. Не обещает матирующего эффекта. Но я слышала очень много отзывов. Девушки, у которых жирная кожа советовали, рекомендовали его. К тому же в составе... Он на водной основе. Не на масляной, а на водной. Я всегда выбираю тональную основу на водной основе. Итак, поехали. Наносить буду с помощью обычной плоской кисти. У меня теревлон. Сначала на руку всегда беру. Первое впечатление очень жидкий. Могу сказать, что тон подстраивается под цвет кожи. Поначалу, когда наношу, он кажется светлым. Но в процессе подстраивается под мой естественный цвет. Темнее брать не хотел. У меня здесь вот прыщики перекрывают неплохо. Я, как вы видите, не наношу точечный консилер на проблемные места. Не буду пользоваться сегодня ни румяными, ни бронзером, ничем. Даже макияж глаз не планирую делать, чтобы ничего не повлияло на мой эксперимент. Может, реснички немножко подведу и всё. Чуть поправлю с помощью спонжика. Чтоб лучше растушевать. И теперь консилер тоже под Макс Фактор. Мастер Тач. Он специально... Он специально идёт... Предназначен под глаза. Попробую нанести с помощью аппликатора, который идёт в упаковке. Так, поехали. Начинаю из внутреннего уголка в виде треугольничка. Я рисую на подвижные века, так как тени я сегодня не буду уносить. Мне очень удобно краситься на маленький экранчик. У меня тёмные круги под глазами. Замазать их очень тоже непросто. Уже даже сейчас можно видеть разницу между двумя глазами. Так, вторая сторона. Беру прям так, не жалею. Увидим, как он будет скатываться. Или нет. Ну всё. Я сейчас немножко подведу леснички. Я готова. Увидимся через некоторое время. С вами снова я. Вот здесь обычно можно увидеть колонию пингвинов, которые живут ночью, грязь, где-то там в кустах. Здесь сделано для них специально всё, чтобы им было хорошо. А днём они идут в воду и живут там. Вечером опять возвращаются. И в этот период, когда они проходят из кустов в воду с утра и вечером из воды в кусты, собираются люди, чтобы посмотреть на этих маленьких животных. Это, кстати, самые маленькие в мире пингвины голубые. Колония голубых пингвинов. Именно здесь, в Амару. Они... В Новой Зеландии одно из мест, где можно их увидеть. К сожалению, мы сейчас в это время не попали. Автомалка, кстати, держится пока неплохо, но прошёл всего лишь один час. На улице очень жарко, светит солнце, хотя и прохладно... Жарко, не жарко. На улице прохладно, но солнце светит. И я хорошо смогу протестировать, я уверена. Сейчас пойдём куда-то в другое место. Увидимся! Кстати, что я вам люблю, это и Каштан. С момента нанесения тонального крема прошло 3 часа уже. Никакого намёка, нам блеска, наверное, нет. Я всё время нахожусь под солнцем. Консилер тоже. Не скатался. Пока всё идеально. Будем смотреть, что дальше. Мы уже вернулись домой, затеяли уборку. Мой муж стриг газон, я убиралась в доме. В общем, прошло уже 5 часов. Что я могу сказать? Уже видно на подбородке, да везде уже пробивается жирный блеск. У меня уже не раз тянулась рука к пудре или салфеткам, но я их не использовала. Если учесть тот факт, что я не припудривала лицо с самого начала, то этот результат спустя 5 часов меня вполне устраивает. Конечно, уже сейчас, на данном этапе, можно было бы припудрить лицо, использовать салфетки, но я ещё хочу немножко подождать. Мне самой интересно, что же будет дальше, как он будет вести себя дальше, этот Lasting Performance. Ну что ж, прошло 8 часов от начала моего эксперимента. Лицо моё блестит просто ужасно. Я уже не дождусь, чтобы смыть это всё. Как только закончу видео, я сразу в ванне. Подвожу итоги. Начну, наверное, с плюсов. Если взять плотность покрытия этого тонального средства, то она достаточна для того, чтобы перекрыть какие-то недостатки кожи. Например, покраснения, которых у меня сейчас на лице немало. Но даже спустя 8 часов ничего не видно. Вот это здесь у меня был. Здесь. Очень много всего красного дефекта. Их не видно. Хотя я не наносила консилие под низ. Также плотность достаточна для того, чтобы скрыть какие-то неровности, рельефа. Но эта плотность мне чувствуется на лице, не мешает. То есть ощущение комфортное. К плюсам отнесу и то, что легко можно подобрать себе тон. Особо не прогадаешь. Например, у меня 102. Я думаю, он подойдет большинству славянских девушек. Если у кого-то кожа очень загорелая, нужно на тон больше. Если уже очень светлая, это первый, 101 тон. Текстура, плотность. Все понравилось. Ну и единственный большой недостаток. Быстро проявляется жирный блеск. Но я этому эффекту ни разу не удивлена. Потому что у меня такой тип кожи. Девушка из нормальной кожи и сухой. Возможно, подошел бы он идеально. Но так как я не пользовалась пудрой, для меня результат не так уж и плох. Я могу сказать, что 4 часа для супер жирной кожи, 4 часа держится без всяких недостатков. Идеально и даже без пудры. Я считаю, это не так уж и плохо. В общем, поставлю 4 балла из 5 тональному средству. Поскольку для меня не так уж и долго держится матирующий эффект, так сказать. И плюс отсутствие ИСП фактора, что тоже очень является важным для меня. Так как в Новой Зеландии реактивное солнце. И я всегда стараюсь смотреть на такие вещи, следить за этим. Но в моем тежедневном креме, которым я пользуюсь, и есть защита от 5-15. Так что для меня это не сильно страшно. Но все равно. Это небольшой такой минус. Что касается консилера под глаза. Консилер под глаза мне, кстати, очень понравился. Тон я взяла на один меньше. Но посветлее. И он как-то идеально вписался и с общим тоном лица. Слился воедино. Немножечко закатался в мелкие морщинки. Но не сильно. Этого даже незаметно, если не смотреть через величинное стекло. Что еще? Еще попробую, конечно же, я буду использовать и дальше этот крем тональный. Попробую поносить с пудрой. Так как обычно в жизни. Если мое мнение вдруг поменяется, я, конечно же, дам знать вам об этом. Надеюсь, вам был полезен этот мой мини-эксперимент. Я могу рекомендовать его девушкам с нормальной кожей. Это 100%. Жирной кожи вы сами видели. 4 часа, если вам достаточно без пудры, без ничего, пожалуйста, покупайте. Насчет сухой кожи. Я не знаю, как он поведет себя. Если есть какие-то шелушения, у меня их просто нет, не могу сказать. На этом буду с вами поращаться. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok